Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Не помню, кто из подписчиков советовал мне Rocket Chat, спасибо ему, я посмотрел, да, достойный инструмент. Rocket Chat это корпоративный мессенджер. Ну то есть это обычный мессенджер, но его удобно использовать именно в работе внутри организации. Если кто-то видел мои обзоры Slack, Rocket Chat это в принципе то же самое, только без удаляющихся сообщений на бесплатном тарифе. Ну то есть это полностью работоспособный бесплатный инструмент с приложениями под десктоп и мобильное устройство. Более того, с открытым исходным кодом и возможностью поднять собственный сервер для обособленной работы внутри организации. Я этого не делал, но слышал, что это вполне доступно для продвинутого пользователя. Собственно, возможность выбора сервера, насколько я понимаю, нам тут и предлагают, но так как ни одного подходящего у меня нет, воспользуемся открытым от Rocket Chat. Подключиться и регистрируем новую учетную запись. Имя, почта, пароль, пароль. С именами тут весьма забавно, их в принципе два, плюс никнейм, то есть получается три и все фигурируют в приложении, поэтому не сильно усложняйте. А вот тут нам предлагают сохранить пароль для сквозного шифрования. Его нужно скопировать и спрятать в безопасное место, так как на серверах Rocket Chat он нигде сохранен не будет. Вообще тема безопасности в Rocket Chat весьма обширна, поэтому это всяко не сегодня. Если хотите продолжение, голосуйте лайками и комментариями. А вот это второе имя. Я говорил, что есть еще никнейм. И все. Нет, пробел не допускаются. А вот теперь все. Нас просят ввести пароль сквозного шифрования. Я говорил, его нужно сохранить, потому что придется выводить всякий раз при смене девайсов. А вот мы в Rocket Chat. Тут есть две глобальные группы, на которые все подписаны по умолчанию. В принципе это просто открытая группа General. Ну вот у нас тут есть информация, что Вова Ломов подписался. И вот тут подписался некий Добир. Это тоже я, просто с другого компьютера. Сейчас начнем экспериментировать. Обе эти группы можно кстати сразу покинуть. Также можно покинуть и другие группы, в которые вы будете попадать впоследствии. А можно и остаться и пообщаться с теми, кто эти группы пока не покинул. Тут есть кстати еще пара глобальных, например Jobs, где в принципе могут публиковаться вакансии, насколько я понял. Но естественно в Rocket Chat нас интересуют не открытые группы, а потенциал для работы внутри организации. Вот так мы создаем чаты. Во-первых, прямые сообщения от человека к человеку. Находим человека с именем пользователя Добир. Видите, я говорил, вот так это выглядит, все три имени фигурируют здесь. Давайте попробуем поискать его по никнейму. Как заводить никнейм я расскажу, если буду делать продолжение. Да, находят по русскому имени. И собственно начинаем общаться. Также можно прикрепить видео сообщения, дискуссию, файл с компьютера и даже собственное местоположение. Ну понятно, что самое частое и простое это файлы. Также можно добавить реакцию, стартовать тред. В общем можно много всего, я думаю с этим вы разберетесь. А мы ограничимся созданием групп или каналов. Понятно, для чего это? Вы создаете каналы для разных направлений и видов деятельности или просто разных задач. Добавляете туда разных участников. Словом все как в Slack, но здесь вы можете еще создавать забавные группы типа Read Only или Broadcast Channel. Про это тоже надо рассказывать отдельно, поэтому сегодня просто группа. Как-то называем и добавляем участников. Участников можно добавить и потом. Все. Приватная группа появилась, можем начинать общаться. Все участники группы имеют такое право. В отличие от групп Read Only или Broadcast Channel. Кроме того общение в группах может быть защищено сквозным шифрованием. Это уже совсем хорошо, но сегодня этой темы касаться не буду, поскольку тема эта очень важная и обширная. Но обязательно ее коснусь, если буду делать продолжение. Поэтому еще раз напоминаю о лайках и комментариях. Все любите друг друга, что за сейчас время такое, нам действительно этого не хватает, мне кажется. Подписывайтесь на канал и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий.